Очень непростая была сегодня ситуация в 48. У Елены были просто неимоверно тяжелые встречи Бондаревой. Алина Пашук была в другой подгруппе, также сражалась. Ну и вот девушке теперь выяснят отношения в финале. С вами комментатор Михаил Мартынов. Играются на захвате зацеп одноименной голенью изнутри. У Елены есть этот прием в арсенале, она часто его применяет. Все знают, кто следит за борьбой Елены, ее сильную сторону. Елену, борьба в партере, завязала руку, а Алина завязала в этот момент голову. Хорошо ответила, очень так четко. Был хороший захват у Елены, но тут же нейтрализовала ее от сбивания Елены в партер. В привычном ее стиле разгон такой, переход на ущемление хилосухожилия. Защитилась Алена. Алина, прошу прощения. По-прежнему осторожничают девушки. Уцепилась Лена зацеп гольню изнутри под одноименную ногу. Переворот на удержание выполняет. Алина не смогла перевернуть. Мне кажется, не нужно было так упираться прям сильно. Вот Елена защитилась, надо было как-то поиграть. В эту уже сильную защиту смысла как в стену переворачивать нет. Зацеп голенью уже под снаружи, под одноименную ногу, зарабатывает бал. Третий зацеп, каждый зацеп был разный у Елены. И вот она выполняет ущемление кроножной мышцы, прошу прощения, так называемая канарейка. Защищается Алина. Держит рабочую руку у Елены. Конечно, да, все верно. Не дает возможность проводить прием. Ну и о суде кто? Георгий Ишишков в Болгарии, арбитр, как раз, кстати, о нем и сказать, поднял стойку. Боковой судья Мураджон Тураев, Узбекистан, руководитель Ковра, Людмила Красильникова, Белоруссия. Итак, 1-0, 2-54 впереди. Бросок через спину с колен в правую сторону. Уход сразу на живот в глухую защиту. Пашук Алина ищет, 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 как бы подобраться к именинской спортсменке. Аккуратно подходит, выбирает аккуратно захват. Вот Лена все отбивает руками так. Не дается за себя взяться. В общем-то, активничает. Даже идет вперед. Вроде не берет захват, очень тонкий момент такой. Но вперед идет. И для сути это выглядит, как активная борьба. Еще раз зацеп, который ей принес успех. Снаружи под одноименную ногу. А под разноименную. Приводит форму в порядок, на коленечки. Борьба. Односторонний захват, сбивание в партер. Не дает Алина сесть себе на ноги. Понимает, знает. Знает сильную сторону. Хорошо защищается. Держит дистанцию. Теснит на край ковра теснение. Да, переигрывает. Видно, что вот в каждом эпизоде Лена переигрывает свою соперницу. Теснит, теснит. Вот в данном случае нет возможности пока Алине Пашук чем-то ответить. Она выбирает позицию. Вот к поясу рвется. Тут же опережает ее Лена. Роском через бедро. В партере заправляется на канарейку. И вот недовольна решением арбитра поднять стойку. Шла активная атака. Без этого женская борьба не может обойтись, разумеется. И наши девушки все прекрасны. Прическа – это очень важно для девушки. Поэтому прическа должна быть, конечно, приведена в порядок. А тут и говорить нечего. Итак, все в порядке с красотой. И сражаться можно продолжать. И вновь тот самый зацепк, который принес ей баллы. И лихой переход с кувырком вперед на канарейку. Блестяще исполнила его. Елена. Но там защищается, в общем-то. Надо сказать, скорее всего, даже защита терпением идет в большей степени. Нога согнулась хорошо. Есть разряд спортсменов – сдача. Когда не очень чувствуют боль. Вот. И тут вот сдача наконец-то произошла. Терпение все-таки было небезграничное у Алены Пашук. Мы поздравляем российскую команду с первой золотой медали взрослого чемпионата мира. И принесла ее Елена Бондарева. Россия. Алина Пашук. Украина.